В Чувашии продолжает свою работу комиссия по оказанию помощи беженцам из Украины. Спустя два года, как они приехали в республику, можно с уверенностью сказать, что адаптация прошла успешно. Возникают лишь проблемы частного характера. Именно их и обсудили на очередном заседании рабочей группы. По закону, с 1 января будущего года могут прекратить работу пункты временного размещения беженцев. В Чувашии это затронет 39 граждан Украины, которые сейчас проживают в ПВР, агрофирмы Юрма и санатория Чувашия Курорт. Большинство из них готовы получить гражданство Российской Федерации и самостоятельно снимать жилье, но при гарантии, что их зарегистрируют по месту жительства. Без регистрации украинцы, получив российское гражданство, не могут получить пенсии, пособия, участвовать в республиканских жилищных программах, получить ипотечный кредит. Юрма и Чувашия Курорт также предлагают беженцам вариант продолжить проживание в ПВР, но уже за свой счет, примерно за 3000 рублей в месяц. В пунктах временного размещения размещаются 9 человек, которые дальше временного убежища идти не собираются. В планах по состоянию на вчерашний день у них было возвращение после локализации конфликта к местам проживания на территории Украины. Сегодня гражданам Украины предложено 54 варианта трудоустройства с предоставлением жилья. Средняя зарплата более 15 тысяч рублей. Места для проживания готовы предоставить и образовательные учреждения республики. Койко-место в общежитии Чебоксарского кооперативного техникума, к примеру, обойдется в 1700 рублей в месяц, а в общежитии Новочебоксарского химико-механического техникума всего в 830. Пока желающие переехать не объявились.